Девятого был день борьбы с коррупцией. И выступая на конференции в торговой палате, мы еще раз отметили, что самый низкий вообще отсутствует уровень коррупции на уровне губернатора только в Смоленской области. Причина одна. Там единственный регион, где создана многопартийная администрация. Два зама у нашего губернатора от других партий. Никто этот опыт не перенимает. Но все время говорят, высокий уровень коррупции. Ну сделайте, как мы сделали. И сразу понизится. Десятого был день прав человека. Не замечаем. Хотя мы подписали эту конвенцию. И тема моей дипломной работы на юридическом факультете так и называлась. Права человека в современном мире. Меня уговаривали не брать тему. Считали, что это буржуазная тема. В те далекие брежневские времена. Ну а сейчас у нас целый совет по правам человека. Это тоже показывает предвидение. Показывает, так сказать, что эту тему мы с удовольствием взяли в разработку. Еще давно, давно, давно. Тогда, когда некоторые товарищи бегали и поддерживали во всем КПСС. И 12 декабря, день Конституции. Тоже и праздником перестал быть. И не замечают. И опять ЛДПР. Все декабрьские дни связаны с ЛДПР. Только мы поддерживали принятие новой Конституции. Мы не говорим, что она хорошая. Но никакой не было. Была гражданская война, террор. Все были против. И левые коммунисты, и правые демократы. Мы поддержали. И вот вся страна живет 26 лет по этой Конституции. И забывают, кто ее принял. Только благодаря голосам сторонников ЛДПР. Иначе была бы диктатура Ельцина лет на 10-15. Опять не замечают. Собирают там Конституционный суд поговорить. А вклад ЛДПР в принятие Конституции. И наконец, 13 декабря. Сегодня это день ЛДПР. День создания. Нам сегодня 28 лет. Партия самый большой исторический период. Все остальные моложе нас. И партия снизу. Почему рухнули все 400 партий? Сверху их лепили. Как из пластилина. Только снизу мы ЛДПР. Вот из тех слоев общества, которые были беспартийные. Беспартийные. И что мы сделали? Вот вам государственное устройство. Идет медленно, но по нашему плану. По плану Ильина и других великих наших предшественников. Должна быть централизованная республика. Не должно быть национального отделения. 30 губерний. По 5 миллионов населения. И мы к этому придем. Но с большим опознанием. Упор на государственный сектор промышленности. Мы видим сегодня госкорпорации. Эту тенденцию выдерживают. И внешняя политика. Поэтому победа на Сирийском фронте 11 декабря должно быть стать днем воинской славы. День победы русской армии в борьбе с мировым террором на всем Ближнем Востоке. Сюда можно и Афганистан включить, и Среднюю Азию. В Таджикистане стоит наша армия. И Армения стоит наша армия. И сегодня стоят наши солдаты и летчики вооруженные силы. В Сирии. Это то направление, которое мы определили в наших трудах. Особенно книга «Последний бросок на юг». То есть вот День ЛДПР, мы через два года будем праздновать 30-летие партии. Очень многое уже осуществлено. И самое главное, мы единственные дали правильный прогноз. И по государственному устройству, и по внешней политике. И по тому вопросу, который сейчас будем обсуждать. Поддержка демографического процесса. Помощь матерям, женщинам, семье, молодой семье и так далее. Вот все эти пособия. Это мы предлагали давно уже. Я вручил тогда еще президенту Медведеву. Он был президентом. И Путину всем. Книгу так и назвали нашу брошюру. «Рожать». Но ни одно из предложенных мер наше Министерство здравоохранения или Министерство труда не сделает своей программой. Ни одно. Мы предложили целый комплекс мер. Вот сейчас, перед выборами, пособие увеличат. Но тем, кто у нас нищие, малоимущие. Это не коснется всех. Коснется только тех, кто там получает 15 тысяч. Полтора пророчного минимума. Поэтому мы с удовольствием отмечаем сегодня день ЛДПР. Но эта дата не круглая. 28 лет. А будем готовиться к круглой дате 13 декабря 2019 года. Ну, по Олимпиаде, может, свое мнение высказывали. Собрание приняло решение ехать. Имеют право. Но хотя бы обосновали по-другому немножко. Если я был бы олимпийцем, я бы на собрании выспел, сказал. Значит, мы категорически против отстранения России как страны. Значит, исключили Олимпийский комитет наш из Международного Олимпийского комитета. Надо правду сказать, что была группа мошенников во главе с Родченковым, которые много лет иногда искажали результаты анализов по антидопингу. Наверное, есть спортсмены, которые намеренно употребляли допинг. Их вина тоже. Но мы поедем на Олимпиаду как на тренировку. На тренировку. Чтобы посмотреть, поучаствовать в соревнованиях с ведущими спортсменами мира. То есть мы, спортсмены России, считаем нашу поездку в Южную Корею как тренировка. Тогда было бы понятно, что они не согласны с тем, что их лишают государственные символики, но обосновать не тем, что «О, это последняя Олимпиада. Может, страну сдать? Давайте сдадим страну для всех спортсменов, у которых Олимпиада последняя. И на всех последующих Олимпиадах они будут выступать без флага, без гимна, без всего. У них это последняя Олимпиада. Слушай, страна для этого живёт. Чтобы какая-то группа спортсменов, 100 человек там или 200, могли покататься на лыжах. Это дико звучит. Такое недопустимо никогда менять страну на соревнования. Конечно, виноваты чиновники, но они никто не наказан. Ну и виноваты те, кто мотивирует поездку. Именно вот я хочу. Я готовился, это моё дело. Сколько у нас людей, у которых не сложилась их карьера. Сколько артистов ушли из жизни раньше срока, им роль не дали. Они ждали роль Гамлета, но им не дали эту роль. И они ушли из жизни в 50 лет, в 60 и так далее. Вот недавно хранили известного актёра. Фамилию не буду называть. Ему и 50 лет нет. Но он не сыграл свою роль. Так что мы предложили? Десятки театров лишних построить. Всё бросить, детей, страну. Но вот театр. Для каждого актёра свой театр. Как для Жигароняна. Так тоже нельзя ставить вопрос. Вчера был бал кадетов всероссийский, международный. Второй провели. А могли бы провести 102-й. 100 лет перерыва. Это всё Октябрьская революция. Эти балы были при царе. Все вы знаете, роман «Война и мир», Толстого, бал Наташи Ростовой. Вот Андрей Балконский, русский офицер. И вчера были эти ребята, полторы тысячи со всей страны, из других стран. Но жаль, что это второй бал. А 100 лет перерыва. И это недопустимо. Ну мы примем сегодня в третьем чтении закон о жестоком обращении с животными. Это можно принимать закон. Но когда примем закон, который ограждает людей от бродячих собак. Загрызают каждый год 16 человек. Это наплевать. Надо же идти параллельно. Нельзя, чтобы были случаи жестокого обращения с животными. Но на первом месте всё-таки человек должен стоять. Закон освежения животных, который бы регламентировал уничтожение бродячих животных, чтобы они не убивали людей и не распространяли заразные болезни. Это до сих пор не сделано. Ну и Новый год приближается. Уже появились случаи, когда продаются заражённые ёлки. Их вырубают там, где, видимо, нельзя вырубать. Нету должного контроля. Приносят домой тепло. И оттуда начинают выползать всякие жучки, паучки. Всё это создаёт в квартире плесень. И подвергает опасности аллергических заболеваний. И есть случаи, когда искусственные ёлки поливают специальной жидкостью, чтобы было впечатление лесной ёлки. Соответствующий аромат. Это всё химия. И дети там, взрослые, начинают болеть. Кто мечтает остановить продажу таких ёлок? Кто эти города? Кто эти мэры? Губернаторы? Главы администрации? Роспотребнадзор? В контрольных органах миллионы людей в погонах. Все санитарный контроль. Но толку мало. Потом, пожалуйста, ещё Новый год. Две недели, даже больше. А люди заболевают. Поэтому здесь, конечно, нас это не устраивает. Поэтому мы хотим, чтобы наши законы принимались вовремя. И чтобы больше примеров брали в законодательной деятельности с ЛДПР. Большинство наших законов пролежали годами в архивах Госдумы. А некоторые из них до сих пор не действуют. Продолжение следует...